Спасибо большое. Про актуальность я долго говорить не буду. В общем-то, наверное, в этой аудитории вопрос известен. Скажу лишь то, что современные методы лечения существенно повысили выживаемость больных и существенно увеличили группу пациентов, которые живут долго и с которыми, в принципе, надо дальше долго заниматься по поводу наличия у них медстатического поражения скелета. И, как в предыдущем докладе было показано, методы лечения для этого различны. Я остановлюсь на радионуклидной терапии. Значит, вернусь немножко к истории. Стандартные показания, в принципе, известны. Значит, это множественные метастазы в кости, болевой синдром, прогрессирование костных метастазов на фоне лечения. Также, в общем-то, известны, и они опубликованы в различных местах, это противопоказания, соответственно, главным образом связанные с состоянием кровотворения. Ну и очевидные другие противопоказания, связанные с прогрессированием, например, так сказать, висцеральных поражений. Ну и, соответственно, всё, что на этом слайде перечислено. Я сейчас для экономии времени постараюсь двигаться дальше. Значит, вот когда на предыдущем слайде я показывал необходимые условия для проведения лечения, это позитивные результаты сцентографии, я имел в виду следующее. Есть такое понятие – это раностика. Она присуща исключительно ядерной медицине и касается следующего вопроса. Вот на этих слайдах видны две вроде бы одинаковые картинки. Значит, на самом деле одна из них сделана с диагностическим препаратом, в данном случае это наш отечественный технецый Оксабифор, то есть Технифор. Вторая – это используется этот же самый носитель, но он уже заряжен, что называется, боевым радиационным агентом. Это Самарий-153. Вот, и, по сути дела, мы проверяем на диагностическом скане, будет ли работать у данного пациента данный биохимический механизм, можно ли его использовать для терапии. Значит, на следующих слайдах показаны аналогичные вещи с другими препаратами. Значит, микрофон как-то здесь не поднимается, поэтому я так не поднимая головы буду говорить. Спасибо. Значит, здесь на этих слайдах представлены наши отечественные препараты, значит, и во всех случаях мы демонстрируем здесь вот эти самые терраностические пары, то есть использование диагностического агента и терапевтического агента. Вот залидроновая кислота, меченая технецем – это резоскан, залидроновая кислота, меченая ренем – это залерен. То есть идентичное накопление – это очень важная вещь для нашей терапии. Но проблемы использования радионуклеидной терапии были освещены Иваном Андреевичем Крыловым. Тоже долго останавливаться на этой теме не буду. Все понимают, что у всех разное мнение. Кто-то считает в исключительных случаях, кто-то всегда, кто-то надо использовать в сочетании с химиотерапией. Попробуем разобраться. Значит, что раньше считалось? Я этот слайд когда-то показывал на другой конференции, просто еще раз вернусь. В принципе, считалось раньше, что радионуклеидная терапия – это некий симптоматический метод для снятия болевого синдрома. Также многие не видели различий между разными радиофарм-препаратами. Также в некоторых старых рекомендациях говорилось о том, что опасно сочетать или нельзя сочетать радионуклеидную терапию с лучевой, с химиотерапией. Также считалось, что с бисфосфонатами нельзя сочетать, потому что захват уменьшается радионуклида. Ну и тем более считалось, что это никакого влияния на выживаемость не имеет. Однако новый взгляд, изложенный на светлом фоне, говорит о том, что современные исследования показали, что, во-первых, различные радиофарм-препараты совершенно по-разному могут работать. И здесь нужно очень большое творчество и знания иметь, чтобы их правильно применить. Противоопухолевое действие имеется у этих препаратов. В совокупности с другими методами лечения действительно можно достичь существенного прорыва и, возможно, хорошее сочетание и с лучевой, и с химиотерапией. Итак, на этой таблице долго останавливаться не будем. В ней просто показано, какое есть многообразие радиофарм-препаратов. Здесь далеко не все представлены. Остановлюсь вот на чем. Что у разных радиофарм-препаратов все-таки различен профиль токсичности. Всем известный хлорид стронция, который к нам попал первоначально, в конце 90-х, в середине даже 90-х годов, как метастрон. Это неорганика, хлорид стронция, долгоживущий хлорид стронция в 50,5 суток. Механизм это более активная, чем у кальция, фиксация в костной ткани. И первые применения этого препарата зачастую неправильно, не по назначению, привели к тому, что до сих пор в некоторых клиниках люди боятся радионуклеидной терапии, потому что в дальнейшем этого пациента уже никто не берется лечить из-за мелотоксических осложнений. На самом деле, действительно, у этого препарата ввиду долгого периода распада и очень мощная энергия, подчеркиваю, это мощная энергия у стронция, которая, так сказать, бета-частица летит далеко, долетает до костного мозга, и, соответственно, побочных действий здесь действительно больше, чем у других препаратов. Короткоживущие Самарий, Оксабифор и все остальные препараты, значит, конечно, имеют значительно меньшую токсичность, значительно быстрее проявляется у них и клиническая эффективность. И вот на этом слайде я попытался, так сказать, разложить некую палитру имеющихся препаратов. Практически все они есть у нас, за исключением двух вот этих. Вот это Олова-117 и Лутеция-177. Значит, они отличаются тем, что здесь очень низкие энергии самих излучателей и, соответственно, низкая мелотоксичность. Я здесь написал два месяца, это по самым, так сказать, различным оценкам авторов, которыми пользовались. То есть, но в реальности, конечно, она ниже, чем, например, у того же Самария, вот, где тоже до двух месяцев. Здесь просто сам уровень токсичности ниже. Особняком стоит хлорид радио, у которого практически нет этой самой мелотоксичности. Препарат совершенно другую фармакокинетику имеет и выводится он не с почками, а с желудочно-кишечным трактом. Существует также рекомендация МАГАТЭ на тему, как использовать долго живущие и короткоживущие препараты. Значит, идея в целом такова, что при очень обширных поражениях не следует применять долго живущие изотопы, а нужно применять короткоживущие. Если это проиллюстрировать на неких картинках, то получается так, что при единичных поражениях можно использовать что угодно и как угодно, и долго живущие, и короткоживущие. Я использовал шкалу Соловей, очень хорошая шкала, к сожалению, редко у нас используется в ядерной медицине, она известна и также в некоторых клинических исследованиях. Значит, при обширных поражениях не надо использовать долго живущие изотопы, это важно, иначе мы, так сказать, вот так и будем дальше жить с этой мыслью, что радиофармпрепараты – это плохо. Значит, итак, возвращаюсь. Стандартная парадигма известна, подавление болевого синдрома, улучшение качества жизни. Вот, 60-80% получают эффект, а вот есть новая парадигма, это противопухолевое действие и торможение прогрессирования. Значит, в предыдущем докладе был показан этот самый порочный круг, и вот здесь вот я разместил, так сказать, зону нанесения ударов с помощью радиофармпрепаратов по вот этим самым патологическим, ну, я не знаю, не очагам, а точкам, что ли, в этом порочном круге. Значит, это очень важно, чтобы понять, это не просто вот снятие симптома, то есть прерывание какой-то цепочки боли, это действительно воздействие на сам патологический процесс. Значит, какие доказательства, они изложены в разных, так сказать, статьях и наших, и зарубежных, значит, что это торможение опухолевой инфильтрации, это не только подавление болевого синдрома, значит, это и торможение прогрессирования, и, возможно, даже увеличение продолжительности жизни. Я остановлюсь на этой работе Хольгера Пальмеда. Значит, иллюстрация. Вот до введения стронция, вот после. Это терапия хлоридом стронция, метастатическое поражение ребра. Значит, вот наше исследование в нашей клинике, метастатическое поражение позвоночника, значит, на фоне радионуклидной терапии самария. Значит, вот пациентка, больная раком молочной железы, здесь сцентографическая картинка. Это первое введение самария, вот активное накопление, вот стрелки, к сожалению, сползли. Вот второе введение через полгода, то есть значительное уменьшение накопления, то есть исчезновение некоторых очагов, ну и клинически замечательный был эффект у этой пациентки. Значит, вот удивительный совершенно результат, это сцентография с технецием до лечения и через два курса, соответственно, сцентография с технецием мы не видим практически очагов гиперфиксации. И самое удивительное то, что по МРТ мы, в общем-то, видим картину репарации, это редкий очень случай. Возможности сочетания с химиотерапией существуют, да, есть схемы сочетания лексидранам. Лексидранам – это самария и ТТМП, очень похожая на наш оксабифор, с доцитокселом, причем в разных видах. Далее, есть схемы, применяемые, где применяется стронций, золидроновая кислота, ксилоды и с цитопротектором амимфостин. Далее, есть ли противоопухолевая активность? Очень давно дискутируется эта тема, вот я взял сюда вот такую старую работу 2002 года, для того, чтобы показать, с каких пор такие дискуссии ведутся. И, в общем-то, действительно показано, что уровень ПСА снижается на фоне такой терапии. Вот, пожалуйста, новое исследование, ну, точнее сказать, не новое, тоже это пока старое исследование, дальше будет новое исследование. Это то самое исследование Хольгера-Пальмеда, где речь идет о многократном применении радионуклидной терапии, которое привело к снижению ПСА и к увеличению выживаемости. Это очень важно, когда мы систематически будем использовать, а не для снятия остро возникшего болевого синдрома. Мы можем говорить о, так вот сказать, увеличении выживаемости. И та самая известная работа, вот это Алсимбко-исследование по дихлориду ради, это принципиально другой подход, это альфа-излучатель, который изначально назначается один раз в четыре недели, покрывается полгода, то есть шесть введений. И здесь уже речь идет о увеличении выживаемости, ну, естественно, с нормализацией или со снижением уровня щелочной фосфатазы, ПСА и, в общем-то, других анализируемых, так сказать, агентов. Далее, комбинированные и сочетанные схемы. Вот это важный момент, это то, чем наша клиника долгое время занималась и дальше планирует заниматься, потому что монотерапия, в общем-то, это хорошо, но нужно всегда думать о сочетаниях. Возможно, и хорошо себя показало сочетание с лучевой терапией, с залидроновой кислотой. Действительно, мы опровергли вот эти старые взгляды на то, что это уменьшит захват радионуклида. Нет, на самом деле, можно такую схему подобрать, когда ты, наоборот, даже увеличишь общую эффективность. С доносумабом тоже у нас есть очень хорошие схемы, и это очень хорошее сочетание. Вертобропластика тоже может применяться и сочетаться с радионуклидной терапией, и есть особая такая технология, которая еще пока в клинике нигде не применима. Это когда непосредственно в цемент уже добавлен радиофарм препарат, и такая радионуклидная вертобропластика. Значит, в России, возвращаемся в Россию, значит, у нас есть два препарата, которые зарегистрированы, и они доступны, так сказать, для продажи, это хлорид, стронц и самариоксабифор, и новые препараты, которые у нас идут в рамках исследований, у него два отечественных препарата и один зарубежный, он тоже у нас сейчас идет в исследованиях. Значит, так вот, если так все хорошо, как говорится, то зачем нам заниматься препаратами новыми? Значит, хлорид стронция, старый препарат, он, наверное, всем в этой аудитории известен. Значит, я уже сказал, он удобен, конечно, хранить можно долго, возить можно по нашей стране далеко, страна большая, и во многих случаях лаборатории, так сказать, не готовы к тому, чтобы работать с новыми препаратами. Но проблема вот с этой группой, то есть с множественными поражениями костей. Значит, новый препарат, ну как новый, он у нас тоже зарегистрирован, работает, самариоксабифор может применяться, в общем-то, при обширном поражении скелета, быстро действует, хорошо, так сказать, возможно, визуализация, кстати, у него гамма-линия есть, и на гамма-камере можно изображение получить, вот это оно и есть с ним. Но высокая стоимость и сложность с доставкой. Значит, новый отечественный препарат, фосфорен, значит, аналогичные свойства имеет самарию, но это генераторный препарат, генератор будет стоять в клинике, вы можете сами получать, когда это нужно. И самый-самый-самый новейший препарат, это залидроновая кислота, меченая рением, значит, уникальная, это первый в мире двойной радиометаболический агент, где действует и залидроновая кислота, как самый мощный из бисфосфонатов, и встроенный в нее самый мощный радиоактивный заряд, это РЕНИ-188, они, так сказать, синхронно воздействуют, и, в общем-то, сейчас пока наилучшие результаты из наших препаратов. Значит, генератор стоит в клинике, получаем непосредственно, как говорится, у постели больного при необходимости, я сейчас для краткости всю схему получения не буду говорить, значит, это наши перспективы. Значит, выводы, старые выводы известны, что это улучшает качество жизни и так далее, снимает болевой синдром, новые выводы, что разные радиофармпрепараты нужно с умом и по смыслу применять в разных случаях. Комбинированные сочетанные схемы – это здорово, и это наше будущее. И основное будущее – это загенераторными радиофармпрепаратами, альфа-излучателями и развитие комбинированных сочетанных методов. Все, спасибо большое. Все вышеперечисленное относилось к остеотропным препаратам, но есть еще целая группа, о которой мы останавливаться не будем, когда есть прямое воздействие на раковую клетку. Это тема совсем других докладов. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ